Добрый день, господа! Это Юлия Латынина и Александр Гагун. Александр, здравствуйте! Здравствуйте, Юлия! Напоминаю, что Александр – независимый историк, военный историк, историк сталинизма, автор большого количества книг о сталинских командах, как они действовали именно на территории Украины во время Второй мировой войны. И сегодня мы поговорим о теме, которая неожиданно стала актуальной. Я имею в виду взрыв Днепрогесса. 18 августа 1941 года, если я не ошибаюсь. Так точно? Да. Вот видите, даже я что-то помню. Ну, понятно, по какой причине мы об этом говорим, потому что был взрыв Каховской ГЭС, и погибли люди, был нанесен соответствующий УНРОД. И это была та же самая политика выжженной земли и те же самые военные соображения, которыми руководствовался Сталин, в сущности, в 1941 году. И то, что делал Сталин, это вообще вписывается в его политику выжженной земли, в его знаменитую директиву от 3 июля «Не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего». Ваша покорная слуга, которая сейчас заканчивает книгу о блокаде Ленинграда, могу сказать, что где-то вот начиная с 13 сентября по 4 октября, все начальство города Ленинграда занималось тем, что оно подготавливало к взрыву 3000 заводов Ленинграда. Причем, поскольку взрывчатки столько не было, то некоторые заводы планировалось взорвать, и надо было же еще натренировать взрывников, и взрывников столько не было, поэтому надо было бы общить каких-то гражданских людей. И вот там часть заводов надо было взрывать, а про часть какой-нибудь швейной машинки говорилось. А вот мы вынощим части швейных машинок и утопим их в Неве. Или там был мельничный комбинат, на котором оставлялось всего 100 тонн муки. Это вообще ничего, это напоминаю, что городу нужно было полторы тысячи тонн муки в день, чтобы нормально питаться. Вот на этом мельничном комбинате оставалось все равно 100 тонн. И тем не менее они обсуждали, что мы эту муку, напоминаю, это в блокадном городе, где уже есть было нечего, вот мы ее польем керосином, но печалька, она горит только сверху. Как бы нам ее уничтожить всю? И то же самое перед этим было с Выборгом. Они тоже писали бумажки о том, как уничтожить Выборг. Но, надо сказать, не все осуществили. И то же самое было со всеми колхозами и совхозами, которые шли на пути отступающей армии, потому что там все надо было уничтожить. Надо сказать, что крестьяне, они сбегали от этой всеуничтожающей армии, как правило, в болото, где были заранее заготовленные землянки с оставшимся скотом, с козами и свиньми, потому что большую часть скота угнали. И большую часть урожая просто не удалось уничтожить, просто потому что, ну, как бы, когда все вокруг рушилось, было не до этого. Гигантское количество людей, вместо того, чтобы что-то уничтожать, хватали партийную кассу и убегали. Но, тем не менее, и, кстати, даже Киев не удалось весь взорвать полностью. Об этом, может быть, мы как-нибудь с Александром отдельно поговорим. Но, извините за это долгое вступление, но это важное вступление, потому что оно позволяет поставить в контекст то, что происходило в это время же. Кстати, это же происходило практически одновременно. В августе в Украине. В общем, уничтожение не прогресс. 18 августа. И, как я понимаю, Александр, вокруг этой истории начнем, наверное, с мифов, которые вокруг нее бродят, что это сделали чекисты, что там погибло 3000 человек, что волна была высотой 25 метров. Что было, а чего не было. Начнем с этого. Я действительно, когда взялся за эту тему в связи с реакцией на Каховский ГЭС, мне позвонил редактор газеты берлинской Тагас Сайднг, сказал, напиши что-то. И я схватился за голову по тому, что уровень мифологизированности этого подрыва, он значительно превышает то, что произошло в Киеве, те подрывы осени 41-го года, хотя, казалось бы, всего лишь один день, одно событие. Это не сотни домов, не сотни подрывов. А, тем не менее, мифов много. Первый из них, то, что чекисты подорвали. На самом деле, Красная Армия чекисты еще меньше отношения имели к этому подрыву, чем подрыв в Киеве, который тоже Красная Армия сделала. Второе, чекистность жертв. Вот вы сейчас очень даже погладили, грубо говоря, этих охочих людей до сенсации по голове, потому что сейчас уже доводят до 120 тысяч. На самом деле, жертв среди военных и партизан были десятки, возможно, сотни людей. А среди гражданского населения численность жертв выражается, скорее всего, кругленьким числом. Это ноль. Вообще не было. По крайней мере, данных об этом нет. Я объясню потом, почему скорее нет жертв, чем мы о них не знаем. Кроме этого, то, что взрыв якобы устроили умышленно, с расчетами на жертвы. Причем я видел этот миф в двух вариантах. Один, он антисталинский, когда вот какой плохой товарищ Сталин, он решил утопить как можно больше мирных жителей, чтобы они не достались врагу в качестве рабсилы. А второй про-сталинский. Там уже и фальсификация есть, я не тоже скажу сейчас. О том, что вот какой Сталин хороший, он слишком рано не взрываете, пускай подойдут поближе, пускай зайдут немцы на плотину. Вот тогда взорвал он этих немцев там, погубил. И плюс еще по течению ниже смыл некоторое количество немцев в Днепр. Чего тоже не было вообще. Но это не мирные жители, это А. То есть антисталинские говорят, что он хотел специально уничтожить мирных жителей, а просто сталинские, что он таким образом хотел уничтожить немцев. Да, и даже уничтожить. То есть в этом не было вообще похоже. Если можно, я просто добавлю одну маленькую вещь, которая заключается в том, что вот по моему личному опыту изучения документов, Сталину было плевать. То есть он никогда... То есть ему было вот просто плевать, есть они там или нет. С его точки зрения бабы новых нарожают. Не то, что он их специально стремился уничтожать, но в конце получалось, что он принимал самое людоедское решение всех возможных, не потому что он кого-то намеренно стремился уничтожить, а потому что ему было совершенно все равно, останутся они в живых или нет. И есть еще не миф, а весьма спорная оценка этих событий о том, что подрывать Днепрогресс с точки зрения Сталина и Красной Армии не стоило. Это было избыточное действие. И сразу же укажу на источник, первый источник этого мифа. Это нацистская пропаганда. Я специалист в том числе и по ней. Вот моя книжка «Черный пиар» Адольфа Гитлера. Там есть немного и про Запорожье, и про Днепрогресс. Впервые появилась статья фейковая в газете «Berliner Illustrierte Zeitung», «Берлинская иллюстрированная газета» в марте 42-го года, где была названа цифра в 3000 жертв, мирных жителей, которые забрались на дамбу Днепрогресса, переходя с правого берега на левую, убегая от немцев, в этот момент их пустили на воздух. Есть красочная картинка, но не красочная, а черно-белая, но очень впечатляющая. Телеги смешались в кучу коней, люди летят, все, взрыв страшный. И к тому же еще смыло кого-то там затопило ниже по течению Днепра. Второй фейкомет – это такой украинский эмигрант Федор Петрович Пегида, который писал под псевдонимом «Правобережный». Он в 50-е годы в Германии и в начале 60-х издал пару книг, которые обладают просто какой-то магической силой в том, что выдумки, которые он там насочинял и написал, они расходятся потом почему-то в университетских, академических, научных публикациях невероятно. То есть люди как-то механически верят им. Наверное, у него действительно был какой-то талант. Например, вот книга голландского историка Кароля Беркхофа «Жатва отчаяния», она есть на английском и на украинском, по поводу Украины под оккупацией. Она в значительной степени построена на фантазиях этого Пегида Провобережного, и он ссылается постоянно на него. А книга получила около полусотни положительных рецензий в первой ревью-публикациях научных западных журналов, англоязычных прежде всего. Есть еще, россияне отметились двумя фальсифицированными мемуарами. Первый из них в 2005 году возник, это Михаил Первухин. Он был заместителем председателя Совета по эвакуации при Совнаркоме СССР. Якобы он потом, некому такому Георгию Куманеву, профессиональному фальсификатору, который в советское время писал на эту тему эвакуация и тыл советских годов войны, якобы он рассказал про то, что он подрывал дни прогресс. Это была неправда. Он опубликовал в 2005 году книгу «Говорят, сталинские наркомы», где интервью сфальсифицировал и издал. В 2018 году он умер, этот вот Куманев, но очень хорошо ушла в народ эта публикация. Цитируют невероятно. И чуть позже «Московский комсомолец», в 2008 году диверсия с именем Сталина. Там фальсифицировали мемуары, выдумали тоже, Шифрина, который тогда был, Арон Шифрин, заместителем начальника инженерного управления штаба Южного фронта. Тоже участвовал в этом подрыве, руководил им. А на следующий день после подрыва Каховской плотины эти фальсификации вышли уже в более полном объеме на сайте фонда с замечательным названием «Своих не бросаем». Это фонд, который опекает инвалидов, кто получил инвалидность в ходе спецоперации. Ну, я подумал, ладно, они мне, собственно, через телефонную трубку меня не угостят новичком. Позвонил туда, говорю, здрасте, покажите, пожалуйста, оригиналы, сканы, копии этих вот, этой публикации, точнее, этих воспоминаний Шифрина. Мне говорят, человек, нет, их нет уже давно совершенно и так далее. Он даже свою фамилию назвал, но я его сейчас рекламировать не буду. Однако в потоках вот этих вот фейков, которые идут, есть две статьи, которые мы отнесем к историографии. Это толковый исследователь Запорожский Владимир Линников. У него статьи в украинском журнале «Музейный вестник», номер 12 за 2012 год и номер 13 за 2013 год. Как подрывали сначала Советы этого Днепрогаса, потом еще и немцы подорвали. Но благодаря этим вот публикациям Линникова я провел свой собственный архивный поиск и получил ключевые документы касающиеся Днепрогаса, подрыва его. Это, во-первых, постановление Государственного комитета обороны о подрыве, датированное 17 августа 1941 года. И, во-вторых, следственное дело того подрывника и подрывника, который не подрывал, но находился при нем для связи, передачи приказов. Это Борис Эпов и Петровский, Аристарх. Их дознание продолжалось почти месяц, с конца августа до середины сентября. И очень подробно чекисты расспрашивали про подрыв плотины. Просто детально, очень кропотливая оперативная работа была проведена, потом все-таки их отпустили. Но я чуть-чуть еще про это потом скажу. И сохранили это... Да, я хотела сказать, что чекисты вообще очень много сохранили для истории. Надо сказать, что настроение народа в блокадном Ленинграде и, например, настроение народа в деревнях, вот никто с такой точностью не воспроизводит, как донесение НКВД, которые говорят, что народ ругается, ждет прихода немцев и ненавидит начальство. Донесение чекистов вообще я вот просто стала ценить, как просто невероятно источник информации. Никогда бы не думала, потому что они же там... Мы все думаем, что они только рыли тоннель от Бомбея до Лондона. Нет, иногда просто-просто первые. Вот здесь... Извините, я как раз хотела вас уточнить. Значит, его еще и арестовали после того, как он подорвал. Да, по приказу члена военного совета Южного фронта Александра Запорожца. По сути, он комиссаром был тогда. Но потом его отпустили. И благодаря вот этим... А что его предъявили-то? Ему сначала расстрелянную одну статью предъявили, потом ее переквалифицировали на другую расстрелянную статью. Там уже был расстрел с конфискацией имущества. В первом случае измена Родине. Но потом, когда чекист понял, что нету умысла прямого контрреволюционного в этом деле, он переквалифицировал это на статью. Могу ее прочитать полностью сейчас даже. Ну, в общем, грубо говоря, это военная халатность, наверное, так можно обобщить, когда не делают то, что должны сделать военные, или же делают то, чего сделать не должны. По тем или иным соображениям, что приводит к порче имущества военного, уничтожению его, потерям и так далее. Вот, казалось бы, то, что за халатность ругают на предприятии, а расстрелы, конфискация имущества это то, что в Сталинском Советском Союзе такое предполагалось для военных. Причем ему такой пункт дали, который не предполагал другой меры наказания, то есть там был только расстрел. Только этот вариант. А халатность-то в чем заключалась, что он взорвал раньше, чем надо, или что? Да, именно так, не за то, что взрыв был слишком большой, а за то, что там было два подрыва, а первый из них он совершил раньше, чем нужно по своей воле. Ну вот. Я тогда сразу не могу спросить, потому что если есть легенда о том, что чекисты хотели расстрелять подрывника, потому что решили, что он действовал по заданию немцев, и в самый последний момент об этом узнал Сталин, они уже его блокли на расстрел, и типа его отпустили. Вот. Это еще одна легенда, какая в ней правда. Которую сам запертил Эпов, у него есть воспоминания, они аутентичные, это похоже, что не фальсификат на сайте рода Эповых, это славный в прямом смысле казачий род, который фиксируется впервые в актах 16 века, то есть это времена Ивана Грозного. Потом потихонечку возрастает количество их упоминаний, и в 20 веке Эповых уже действительно было много. Из забайкальских казаков он. и родился в 1900 году. Вот по поводу чекистских документов часто историки делают такую вот ошибку, в начале 90-х она была, попадали в ловушку секретного источника. Вот, источники были секретные, сейчас-то они открыли, и это правда. На самом деле чекисты хронически превышали угрозу, опасность и раздували антисоветские настроения крестьян, колхозников, кого угодно. Для того, чтобы подчеркнуть собственную значимость, подчеркнуть условия работы, тяжелые, посмотрите кругом одни враги, и выпросить у партийного начальства как можно больше средств в собственное распоряжение. Конечно же, партийное начальство знало, это очень хорошо понимало, поэтому все вот эти вот рассказы, потому что кругом все крестьяне ждут немцев, оно делило на двое или на какой-то свой коэффициент перемеряло, запрашивало партийные организации, там иногда выезжало и, соответственно, оценивало эти вот справки чекистские весьма и весьма критически, до, причем, до Брежнева, все, КГБ советское учреждение. Это камень мой огород, я не хотел сказать, что там просто сто процентов в этих справках правда, но они очень многие вещи действительно аутентичны, думаю, что случилось с теми людьми, которые говорили эти слова, понятно, что я мне поздоровилось, думаешь, думаешь, какое количество информаторов было, которые доносили эти слова, но также предстает все равно очень другая картина общественных настроений, тут тоже из песни словно, конечно. А вот здесь благодаря этим двум документам, точнее, одному документу по становлению и вот этому делу следственному, на настоящий момент нет на планете человека, который больше знает по поводу подрыва Днепрогресса, чем я, по крайней мере, из тех, кто может открыто про это говорить. И мне особенно скрывать нечего, давайте перейдем к действующим лицам, кто это все учинил. Ни одного чекиста, все армейца. Это был Борис Эпов, ровесник века, который получил образование еще гимназическое в Российской империи, потом в ходе гражданской войны перешел к Красным, потихоньку перешел на инженерную работу в Красной армии, закончил военно-инженерную академию, преподавал там, участвовал, был одним из участников взрыва Храма Христа Спасителя в Москве. Потом на советской германской финансовой войне успел повоевать и в 1941 год его заставил на строительстве оборонительных сооружений в Москве, под Москвой он это делал и, точнее, в 1942-й не находился в Москве, потом его бросили на создание оборонительных сооружений и в середине августа его, точнее, 14-го числа вызвал Леонтий Котляр, это фактически первый сапер Красной армии, начальник главного военно-инженерного управления РКК, и сказал, ты скоро едешь в Запорожье подрывать Днепрогресс и в кабинете Котляра сидел один из планировщиков Днепрогресса, который подробно объяснил, где следует взрывать Далее на следующий день самолеты Далее двоих ассистентов одного звали старший лейтенант Георгий Безруков он родился в девятнадцатом году то есть совсем молоденький был и он довольно долго прожил по крайней мере пережил войну 50-й год тогда он уже дослужился до майора потом я его еще следы не нашел а по всей видимости вообще всех пережил потому что он умер аж в 91-м году оставив вот эти вот свои мемуары аутентичные но где он следователей оболгал чекистов он еще кстати там свой срок сократил 10 дней оболгал чекистов это звучит ну кому приятно было когда расстрел он там и срок сократил 10 дней на самом деле он почти месяц сделал с 18 по 14 с 18 августа по 14 сентября и второй старший лейтенант у него был Андрей Побежимов он 18 года рождения и погиб в 44-м году в Венгрии но боевой был и до этого получил несколько награждений кроме этого вот это вот три человека из Москвы были командированы еще был младший лейтенант Петр Афанасьев значит три еще лейтенанта которые были на месте уже в 545-м отдельном саперном батальоне 274-й стрелковой дивизии лейтенант Петр Афанасьев годы жизни с 22-го по 44-го он был старшим группы по подноске взрывчатых веществ в тело плотины и зажигал трубку из Бигфордова шнура который вел к зарядному ящику то есть вот этот вот собственно самый артокалиптический взрыв когда 20 тонн рвануло устроил именно он младший младший лейтенант Борис Бедняков 21-го года рождения командир саперного взвода 1-й роты 545-го отдельного саперного батальона той же самой дивизии возглавлял группу из 20 человек заминировавших мост через Аванкамеру это мост шедший с правого берега западного к телу плотины немного в обход здания станции Аванкамера это такое сооружение которое ну что ли фильтрует воду наверное грубо так скажем перед тем как она идет в турбины для того чтобы во-первых Аванкамера дно ее значит оно бетонировано и оно находится выше русла реки поэтому песок и ил он не попадает в турбины потому что идет на турбины направляется только верхний слой воды вторая функция Аванкамеры это защита от льда и деревьев чтобы деревья или лед не проплывали не попадали в турбины и их не ломали и она огорожена такой вот запонью такой еще термин запонь и опоры моста который идет по периметру Аванкамера он тоже защищает от льда и от бревен ну так вот попасть с правого берега на плотину можно было только по этому вот мосту через Аванкамеру и он был взорван первый и его взорвал Борис Бедняков точнее он не взорвал и он заминировал а взорвал это младший лейтенант Петр Осипов с 21 года рождения как минимум дожил до 41 то есть до конца августа 41 года потом его свидетеряются он был командиром взвода 545 этого батальона саперного он повернул ключ в машинке которая подорвала аванкамерный мост Днепрогаса и вот это все собственно офицеры 3 и 3 сколько получается 6 человек которые прям вот взорвали раньше был известен только Эпов отцепление Днепрогаса осуществлял 157 охранный полк НКВД однако это никак не увеличивает нулевую роль чайкистов в подрыве электростанции во-первых они осуществляли оцепление а не подрыв во-вторых даже этот полк НКВД не был НКВД 24 июня через два дня после начала войны этот полк был передан в состав действующей Красной Армии спустя месяц в середине июля он вошел в оперативное причинение командиру 274 стрелковой дивизии которая собственно и охраняла Днепрогресс и которая защищала Запорожье кроме того начальником командира этого полка был не чекист а армейский командир майор Николай Сергеевич Позняков 1903 года рождения первый раз он пошел служить в РКК Красную Армию в 21-м году вторично в 32-м то есть повторю НКВД никакого отношения не имел к подрыву были еще и другие например Петровский который должен был передать приказ о подрыве плотины Аристарх Ферапонтович его звали тоже его звали и почему все говорят что Эпоф и Петровский взорвали плотину потому что их вдвоех потом схватили 18-го числа вечером и двоих допрашивали выясняя кто ответственный за то что взрыв первый произошел слишком рано через ванкамеру то есть отрезал грубо говоря от тела плотины тех солдат которые стояли там и второй тоже произошел слишком рано вот этот вот апокалиптический взрыв плотины он произошел через полчаса и в конечном итоге осталось некоторое количество красноармейцев на правом берегу Днепра это некоторое количество это сколько перед первым взрывом через аванкамеру осталось около 500 человек часть из них погибла немцы убили часть из них пока что получается по документу так я не могу пока что это проверить но похоже что да там написано прямо что они стали прыгать в воду аванкамерного моста когда по ним сзади стреляли из минометов немцы переплывали участок разорванный благо он короткий был его короче оборвали чем планировали взбирались по мосту и через плотину перебегали на другой берег на это все по времени очень легко осуществим потому что плотина это 600 метров человек прибережит за 1-2-3 минуты такое расстояние тем более что солдаты молодые здоровые люди если сзади по вам стреляют наверное мировой рекорд можете поставить вот другие солдаты сумели пройти еще по одному через одно сооружение паттерна называется это туннель внутри плотины он выходит в здание Депрагеса в здание электростанции на правом берегу на левом берегу у него выход там не в здании на улице ну фактически на белый свет часть ушла туда часть разбрелась то есть наверное осталось на момент второго взрыва вот этого самого сильного осталось может быть 200 человек часть из которых была в плавневых лесах в леске и из этих 200 какая-то часть утопала другие вышли тем не менее на левый берег на восточный разными путями поднялись выше под Днепру переплыли его просто физически спустились ниже под Днепру соединились с частями крастами которые были там тоже перешли с ними и вернулись потом вот то есть из 200 этих человек которые остались предположительно погибло ну допустим 100 человек потопилось в плавных и потопилось в плавных и были убиты на мосту во время обстрела немцами вот это основная наверное группа Александр извините ради бога это просто выглядит фантастически потому что ну вот мы знаем о Сталине что он просто спокойно погубил несколько миллионов человек он ну собственно вся его политика выжженной земли сводилась к тому что те люди которые остались на этой выжженной земле должны были бы по его мысли умереть с голоду и тем ухудшить стратегическое положение гитлеровской армии значит у меня возникает вопрос и я конечно понимаю если бы это произошло там в Соединенных Штатах или в современной Украине я прекрасно понимаю что да серьезно прокуратура за 100 человек допытывалась бы этот человек до того кто взорвал даже за 2 человек допытывалась бы но Сталинское НКВД за 100 человек что-то как сказал Станисловский что-то не вешется правильно потому что НКВД в этом случае только исполняло приказ одного такого исключительно сволочного и склочного человека которого звали Запорожец комиссар он поднялся очень хорошо во время великого большого террора больших чисток даже со Сталин несколько раз встречался и именно он когда узнал про то что взрыв проведен преждевременно он отдал приказ сдать оружие и потом чекист что он исполняет когда ему вышестоящий военный говорит это его прямая работа находить крамолу находить преступление он как механически дальше это все вел к расстрелу причем если читаешь материалы сделал там действительно аналитическая работа очные ставки сверение показаний свидетелей привлечения и так далее там подобное Эпов запутался в показаниях отчасти из-за того что он был в страшном стрессе когда взрываешь самую большую электростанцию Евразия это же только раз получается гордость сталинского режима а второе потому что он был под расстрелом и третье вероятнее всего действительно он проявил некоторую нераспорядительность в этот момент его инициатива была избыточная по армейским меркам но умысла конечно у него никакого не было он опасался опоздать а почему он опасался опоздать потому что делал все в страшной суматохе он прилетел 15 августа и дальше что произошло он получил в устной форме от тех людей которые его туда послали это котляр и один из проектировщиков станции предложение взорвать мост и плотину один бык то есть это одна опора плотины и мост детали не помню а здесь пришло постановление государственного комитета обороны позвольте я его полностью прочитаю об эвакуации Днепровской гидроэлектростанции Москва Кремль 17 августа номер 503 постановление СС значит совершенно секретно государственный комитет обороны постановляет установить что Днепровской гидроэлектростанции подлежит эвакуации следующего оборудования разукомплектовывающие гидрогенераторы а на всех гидрогенераторах должны быть сняты и вывезены вспомогательные генераторы пятники направляющие подшипники регуляторы моторгенераторы возбуждения и статоры генераторов приборы щита управления это Б к демонтажу генераторов приступить немедленно выводя из работы генераторы по мере снижения нагрузки два после полной остановки гидроэлектростанции для предотвращения возможности использования неприятелем плотины Днепровской гидроэлектростанции как средство сообщения между правым и левым берегом разрушить а мост через ванкамеру я объяснял это мост ведет справа западного берега к плотине первым делом да чтобы немцы не перешли на плотину Б мост через шлюз это мост наоборот уже на левом на восточном берегу с плотины через шлюз на материк так сказать на берег В взорвать в двух местах тело основной плотины не менее трех-четырех пролетов в каждом месте это в метрах если получается от 97 с половиной грубо говоря от 100 метров до 130 метров осуществить осуществление указанных мероприятий провести в самую последнюю очередь по согласованию с военным советом юго-западного фронта 3 обязать наркомат обороны главное инженерное управление совместно с наркоматом электростанции немедленно приступить к проведению всех подготовительных мер работ перечисленных в пункте 2 настоящего постановления ответственность за своевременное проведение настоящего решения возложить лично на заместителя наркома электростанции товарища Жмерина председатель ГКО Иосиф Сталин выписки посланы Швернику, Первухину Литкову, Жимерину Шапошникову Котляр, Чадаеву Запорожскому обкому КПБУ в списке ни одного чекиста это военные партийные деятели хозяйственники и те указания которые по вот этому постановлению они отличались очень сильно от тех устных указаний вот этот приказ Сталина от тех устных указаний которые получил 14-го числа ЭПОВ и 14-го, 15-го, 16-го числа вот эти вот два лейтенантика которые были с ним они проводили подсчеты как подрывать вот эти вот участки которые им тогда сказали подорвать 17-го утром нет 18-го утром потому что 17-го это датировано только фактически же это было уже поздно потому что к нему котляр к Сталину пришел на прием вечером 18-го числа и до ЭПОВа дошло это постановление только лишь утром 18-го а вот уже немцы приближаются нет, как-то вечером 18-го пришел вечером 17-го нет вечером 17-го пришел к нему котляр на прием это главный сапер Красной Армии начальник военно-инженерного управления РКК возможно, кстати с черновиком постановление в кармане он был тогда уже ну или в папке грубо говоря со Сталином все согласовали утрясли и тут же постали на места причем послали с ошибкой одна ошибка это я читал много приказов Сталина но это один из самых шероховатых прямая ошибка осуществление указанных мероприятий привести по согласованию с военным советом Юго-Западного фронта Юго-Западный фронт он северный он Киев обороняет это просто ошиблись Южный фронт должен был стоять здесь показывает, что в спешке готовили очень в суматохе второе если мы читаем внимательно это вот такая вот фраза она довольно-таки странная взорвай в двух местах тело основной плотины не менее трех-четырех пролетов в каждом месте это как минимум три и максимум четыре или же четыре или три это минимум а максимум вообще нет взрывайте хоть всю уже видна корявость кроме этого ответственность за своевременное проведение настоящего решения возложить на заместителя наркома электростанции товарища Жемерина военные должны выполнять приказ это штафирка почему исполнение военной операции возлагается на Жемерина кстати в деле Эпова и Петровского Жемерин вообще никем там не упоминается ни разу как человек на месте появлялся и координировал то есть он то ли сам устранился то ли не доехал решил не мешать ну в общем военные более-менее справились первоначально планировалось взорвать авангардный мост более основательно чем он был взорван уничтожит три быка и между ними пролеты это пролеты по между этими мостами но поскольку началась невероятная спешка подошел Эпов и сказал взрываем просто один пролет и подготовить это успели и первоначально Эпов рассчитывал взорвать один бык то есть один опорный элемент плотины а приходит указание провести гораздо большие взрывы то есть взорвать во первых в двух местах во вторых как минимум по три быка в каждом случае соответственно три пролета он в суматохе понимает что невозможно это осуществить не хватает взрывчатки по крайней мере если не по его расчету то по его предположениям он запросил взрывчатку у Шифрина от мемуара которого склассифицировали недавно как раз Арона Шифрина это был заместитель начальника инженерного управления штаба Южного фронта Шифрин пообещал но не прислал людей достаточное количество точнее люди пришли позже а взрывчатки так вообще не прислал люди в этот момент были заняты другими делами они минировали подступы к мосту с запада и там по деревьям колючую проволоку протягивали чтобы немцев хоть немножко задержать Александр а можно я хотела бы уточнить вернуться к тому что вы сказали что Эпов получил одни указания письменно а другие устно а вот в чем различались устные письменные указания это очень важно устные указания первые они носили еще не окончательный характер и были даны ему котлером и одним из проектировщиков Непрогаса взрыв должен был быть не таким масштабным то есть один в плотине нужно было уничтожить один бык один столб опору и соответственно это один пролет или два пролета и постановление ГКО это во-первых Сталина это уже приказ прямой закон нужно уничтожить в 8 раз больший участок точнее 2 раза по 4 он понимает ага просто не успеваю и что он решил да да извините просто я сейчас уточню это очень важно дело в том что то есть первоначальные устные указания были неправильные и потом сталинские указания их как бы суперсилит ну как бы оказались более главными я мне кажется это важным проговорить потому что когда я услышала мне показалось что как это очень часто бывает письменные указания это менее важны а вот что тебе лично сказали это вот этот товарищ Сталин и сказал а здесь там случай наоборот ему сначала сказали и он думал что у него маленькая работенка а потом приходит товарищ Сталин на приказ именно так схватился за голову но не растерялся окончательно хотя частично растерялся суматоха видна была в его действиях потом это восстанавливается вот и он решил загрузить весь все 20 тонн взрывчатки в одну точку точнее не в одну точку это паттерна это туннель с одного берега на другой внутри плотины туда все аккуратно на коковке то же самое было без забивки что такое забивка это что-то типа пыжей которые закрывают с двух сторон взрывчатку для того чтобы взрывная волна не ушла по ней как по трубе а пошла вверх и вниз уничтожая тело плотины а у него даже на это не было времени обычно забивка происходит это что может быть земля в мешках могут цементную кладку и кирпичную устроить даже в зависимости от количества времени которое может быть много не бывает вот и дальше началась суматоха и сейчас важно сказать что у него никакой цели ни у Сталина ни у Эпова устроить поток ниже не было если бы вот мы фантазируем он бы действительно взорвал так как товарищ Сталин сказал два участка то это было бы метров 100 130 а в реальности вырвало 175 с половиной метров больше то есть потоп который пошел вниз он бы был бы менее убийственным а то и вообще не убийственным особенно потому что он шел бы двумя потоками вот кроме этого взрывчатку он заложил в верхнюю паттерну была еще нижняя она более узкая но тоже можно что-то затолкать то есть подрывал тепланировал верхнюю часть платья кроме этого сотрудники станции понимая что готовится взрыв они привели внеплановый сброс воды из верхнего ВЕФа из водохранилища имени Ленина для того чтобы катастрофа была не такая страшная и тем не менее этот взрыв Александр можно я уточню это тоже очень важно первое вот когда вы говорите про сотрудников станции они точно понимали что делали а вы уверены что Сталин знал особенности результатов подрыва плотины и понимал и кто-то проинструктировал Сталина что большой волны не будет потому что Сталин в общем у него было много подробных знаний по тому как летают самолеты по тому как танки ползают но он вряд ли хорошо разбирался в динамике формирования воды при взрыве плотины волнов так точно и скорее всего это решение это коллективное решение которое Сталин подписал потому что те люди которые часть из тех людей которые вот в рассылке этого письма постановления он с ними в первой половине августа советовался что видно по журналу его посещений особенно шапошников просто не вылезал из его кабинета начальник генштаба другие люди тоже это только личные встречи до этого это весьма вероятно что он вел также переписку и какой-то телефон телефонный разговор и телеграф а может быть встречался за пределами своего кабинета то есть они возможно под его давлением под давлением Сталина первоначальное задание решили расширить и сейчас мы подходим к еще такой важной к одному важному пункту говорят что ну не нужно было взрывать эту электростанцию зачем у Сталина было и вы тоже не вы тоже а вы сказали про тактику выжженной земли но здесь только лишь отчасти это было справедливо потому что в первую военная необходимость прервать переправу именно так да и в этот момент если мы возьмем хрестоматийный такой источник как дневник Франца Гальдера перли две танковые дивизии на Запорожье подходили прямо туда что такое две танковые дивизии во всей группе армий Юг которая теснила самую мощную армейскую группировку в истории человечества наступательную это советский юго-западный фронт а заодно еще и южный тоже теснила было пять танковых дивизий то есть две пятых танков группы армий Юг там находилась и Ромель Эрвин который лезть пустыни он гонял британцев по Сахаре с помощью двух танковых дивизий ну понятно у него союзники были и группа армий Юг тоже но все равно огромная мощь подходила и тех сил которые были у защитников Запорожья 274 дивизия причем она плохая была в основном это были новобранцы которых когда дивизия отходила они просто мужиков колхозников гребли себя модировали часто причем они были вообще не вооружены то есть там справка такая была что в один из документов идет что по процентам я примерно говорю что 20% вооружены винтовками еще 30 гранатами только то есть смех точнее грех а остальные вообще не вооружены и вот такая сила должна была противостоять сначала немецкому авангарду это мотопехоты и минометчикам а потом и двумя двум танковым дивизиям понятно что с той стороны с восточной тоже на тот момент шли танки и не исключался их вывод на западный берег как раз через плотину и контрудар там но смогли бы они остановить эти две танковые дивизии верно это маловероятно танковые бои которые потом произошли в северне они были с участием как раз этих танков из танков с немецкой стороны развернулись и потом пошли на север друг друга встречать после подрыва этого они потому что тут невозможно было уже они были на пользу немцев вот то есть действительно оперативная необходимость была но советы также и тактику выжженной земли в данном случае применяют целесообразность я вот сказала военная необходимость и хочу поправиться военная целесообразность потому что уж совершенно точно не все что целесообразно является необходимо и некоторые вещи которые являются целесообразны тактически иногда являются нецелесообразны стратегически потому что наносит такой ущерб гражданскому населению что стоит для овчинка выделки Но это маленькая задача. Это именно Днепра. Это его самый восточный участок. И прорываешься здесь, на оперативный простор, куда хочешь идти. Ходишь на Крым, хочешь в обход Киева, хочешь на Донбасс. В общем, очень опасное было место, и ее так и решили закрыть. То есть Эпов кое-как провел эти два взрыва. И вот этот вот комиссар Запорожец, ах, какой-то мерзавец, взорвал рано. И посадил Эпова под арест. Ему расстрельные статьи перед ним стали появляться. Александр, извините, уточню. То есть взорвал рано, это буквально вот эти вот 100 человек ему поставили в вину. Или там еще были какие-то большие, ну, 200. Понимаем просто, сколько Сталин приносил в жертву. То есть там не было крупных оставшихся соединений на правом берегу. Нет. Точнее, они были, но они были значительно южнее, и эта переправа для них не рассматривалась по ряду соображений. Хотя бы из этих двух танковых дивизий, которые уже к Запорожью подходили. Я извиняюсь, это действительно выглядит, с точки зрения сталинской, тем более Лукину, абсолютной какой-то придиркой. Потому что, если стреляли уже по ним немцы, так существовала вполне реальная опасность, что он не успеет подорвать платье, но немцы туда заскочат. Правильно, тем более, что были еще бои на Хортице, я о них тоже чуть-чуть сейчас расскажу. Но вот этот вот Запорожец, он был, то что называется, большим католиком, чем Папа Римский. И лучше перекланяться, чем недокланяться, и отправил их под арест. И я скажу, что по итогам всей этой истории, Запорожец был единственным, кого Сталин наказал. Он его разжаловал, причем не на один, а на два ранга. Там с корпусного кормеса до дивизионного, кажется так. Кроме этого, перевел, чтобы он свой служебный пыл охладил немножко с юга на север, на Волховский фронт. Хороший был фронт. Ему там не тоже как-то, он себя привел как скотчик окончательный. И Сталин его еще понизил и в должности. То есть члена военного совета фронта на члена военного совета армии. Сначала 60-й, потом 62-й. А потом, когда он и там переругался с кем только можно, он его вообще в тыл отправил. Сначала комиссарий с Кавказским военным округом, потом Донским. Вот, в общем, на таловых должностях он рассказывал солдатам и офицерам, как будут замечательных потомки жить в 2023 году. Ну, я просто Сталина прекрасно понимаю, потому что, учитывая то количество подрывников и то количество объектов, которые он собирался взрывать, и у него и так была огромная проблема, что этих приказов в 80% случаев, там 90, по-моему, не исполняли. Даже вот Киев, так я понимаю, что тот человек, которому было все порочено, он перебежал к немцам и сказал, что нет, я этого не буду делать. Один из ключевых, да. При чем? По поводу Левченко, да? Просто я договорю, сейчас мы про Левченко обязательно вернемся. У меня по поводу Левченко тоже есть вопрос, потому что мне очень интересно, что и Левченко, и Эпов, оказываются этнические украинцы, то есть это случайно или это нарочно Путин, простите, Господи, Сталин, именно он следил в данном случае за национальностью, или ему было все равно. Но я просто хочу докончить свою важную мысль, что, учитывая, какое количество раз приказы Сталина не выполнялись по тактике выжженной земли, ровно потому что люди думали, ну вот я взорву, потом Сталин проиграет, и мне за это отвечать, то, конечно, такой дурак, который человека, который взорвал, не побоялся, просто сделал все с точки зрения Сталина супер правильно, и вот этот начал рвать в жопу и его наказывать, это просто для Сталина было ножом поперек сердца, это был ужасный пример, я даже удивлена, что он этого комиссара к стенке не поставил, дабы неповадно было. Как островску для военных берем. И по поводу этничности, Эпов был русским, он из забайкальских казаков, там украинцы такого отношения к ним не имеют. Левченко, он действительно сыграл свою роль, вероятно, его не только национальность, но и место жительства довоенное, потому что было три подрывника, это Левченко татарский, третий запамятовал, но, в общем, третий, он был родом из Бурятия и только коротко пожил в Киеве перед войной. Для него тот город, который был вокруг него, он был чужим, и он его спокойно подорвал. Другой подрывник, это татарский, он был киевлянием, прирожденным, он этот город, очевидно, любил, потому что остался в нем жить также после войны, до тех пор, пока перестройка в Канаду не уехал. Но, поскольку он был еврейского происхождения, он отлично понимал, вероятно, того, потому что слухи уже доходили, про геноцид, что перейти он не может, и он при всем своем желании не мог перейти к немцам, разве что с собой пожертвовать, но на такое пойдет не каждый. Он ушел на советскую сторону, тем более, что вообще к врагу перейти для офицера, это во многих случаях очень серьезный выбор, неважно, кому ты служишь. А вот Левченко, он был киевляниным и славянином, и поэтому он предполагал, могли уже слухи доходить до советской стороны, что немцы якобы к украинцам относятся получше даже, чем к русским, или не так, зверски. Истребление пленных, вот это жуткое, голодом, оно началось только осенью. И в сентябре, осенью, это октябрь, когда уже холода наступили, октябрь-ноябрь, Левченко предполагал, что он спасет свою собственную жизнь и спасет город. Часть города он спас, а свою жизнь не спас, потому что его потом, очевидно, расстреляли советские войска в ходе какого-то наступления, захватили. Так вот, возвращаясь к этим вот... К Платине. К Платине. Мы сильно отреклись. Этот... У Сталина было два мотива. Первое, это вот самое главное, переправу уничтожить. Поэтому там четко указано два моста и еще и Платина посередине. И дважды, то есть это была основная цель. Но и уничтожение тоже, чтобы врагу не досталось, и уничтожили советы турбины. Очень простым способом восхищался потом главный архитектор Гитлера, Шпейр, что они просто смазку свели из них, и Платины силой трения раскалились до неважного состояния. Все турбины, точнее, да, турбины. И просто сами себя уничтожили. Ну, дурное дело нехитрое, ломать не строить. Вот. Александр, у меня есть гипотеза. Столько пьяных трактористов в колхозе без смазки, запустив трактор, ездило за водкой, чтобы просто это ноу-хау было использовано. Да. И идем, спускаемся на 1300 метров южнее Плотины, попадаем на славный остров Хортица, один из символов Украины, исторически связан невероятно с историей Восточной Европы. Там находили и мечи викингов, там и казаки были, Запорожье. И там проходили две мостовые переправы. Одна с восточного, в общем, соответственно, с западного берега на Хортицу, и потом с Хортица на западный берег. Ну, или обратно. Они были даже более значимы, нежели чем Плотина, как переправа. Потому что там был и железнодорожный, и шоссейный мост. А на Плотине только шоссейный. Но зато какое основание-то у этого моста? Его основательно надо было взорвать Плотину, чтобы его быстро не восстановили. И вот здесь советские саперы проявили нерасторопность определенную. мост, который шел с западного берега на Хортицу, то есть с немецкой, грубо говоря, стороны на Хортицу, они вообще не взорвали 18-го тоже числа, потому что немцы перебили во время обстрела кабель, тянущийся к Катской машине. А мост, который с Хортицы шел на уже советский восточный берег, они взорвали неудачно. То есть сработала часть зарядов, и он был немного поврежден, но в принципе его можно было так или иначе использовать. Потом уже с восточного берега... Плотин Прогресс взорвали зря, потому что другой все равно остался. Нет, потому что рискованно переводить по плотине, во-первых, потому что ее подорвать могут в любой момент, во-вторых, для того, чтобы перебросить танки, нужна дорога, как еще и средство обеспечения. То есть если все на одной ниточке висит, на ниточке плотины на тот берегу, рискованно, крайне рискованно, если мы надеваем немецкий мундир, ехать туда на танке. А вот если у вас два моста, то тогда операция в данном случае более-менее обеспечена с транспортной стороны. Взорвали не зря совершенно. И вот мост, который... Мостный Стрелецкого, их там два было, да, соответственно. Мост, который шел с Хортицы на восточный берег, его сначала взорвали неудачно, потом дважды пытались взорвать еще с восточного берега, причем как, нагрузили взрывчаткой и снарядами вагон и по рельсам пустили, чтобы он туда пошел. Он не дошел, перевернулся. Второй пустили, он дошел, перевернулся, но не взорвался. Потом подрывники подошли, уже под обстрелом, это уже получается какая? Четвертая попытка. Заминировали. Взорвали вагон. Мост еще раз повредился. Это тоже не конец истории. Потом Советы контр-атаковали, вышибли противника, там были немцы, это там были румыны и мадьяры, если не ошибаюсь, вышибли на западный берег, взорвали первый мост, который с западного берега на Хортицу ведет. Причем тоже с риском для саперов. И отходя на прощание, в пятый раз уже, по сути, взорвали тот самый мост Стрелецкого, который с Хортицу шел на восточный берег. Пять раз взрывали один мост. Но взорвали. Но взорвали, в конце концов. И подрывник, его звали старший лейтенант Алибек Датиев. И его за эту операцию еще и наградили. Потому что он с риском для жизни подорвал мост с правого берега на Хортицу. Вот тогда, в сложных условиях. И показывал себя своим примером. То есть Сталину было с чем сравнивать, когда вот тут один мост взорвают пять раз, а тут с первого раза его хоть с грехом пополам рванули. Он отпустил его. Но поскольку все-таки взорвали кое-как, и все-таки с жертвами, потерями для Красной Армии, допустим, 100 человек, условно говоря, и 200 разбрелось. Нет, 200 дошло, 100 разбрелось там или погибло. И еще, вероятно, были сжаты чуть-чуть южнее. По течению я сейчас скажу про них. Все-таки он решил никого не наказывать, кроме этого сквозченного комиссара. Но он также никого не наградил. Ни начальство, там был генерал Харитонов, вот этот вот Шифрин, которого я упоминал, помогал Эпову. Был Петровский, Эпов. Никто из начальства не получил никакой медали поощрения, повышения по службе за вот эту операцию. То есть ни за, ни против. Выполнили хорошо, чтобы вы выполнили кое-как. Ну, ладно. В следующий раз себя проявите. И проявили. Эпов получил сталинскую премию впоследствии за то, что он не один был, там, коллектив из трех человек, она как Нобелевка бывает, на группу людей выдается. Вот она также выдавалась, на группу могла быть выдана. За то, что изобрел мины и способ производства мин на гражданских заводах. Потому что основные минные заводы немцы захватили. Он получил ее в 46-м году за свои изобретения с 42-го, 43-го года. Еще кое-какие поощрения. Неплохая карьера была у большинства этих людей, кто участвовал в, обеспечивал подрыв, за исключением того лейтенанта, который погиб. По двоим у меня нету непосредственно географических данных. То есть, например, Федор Харитонов, тот генерал, который командовал фактически вот этим вот подрывом как со стороны военного командования, он был тогда первым заместителем начальника штаба Юго-Западного фронта. Он потом пошел на повышение в октябре и ноябре, потому что хорошо себя проявил в боях на левом берегу. И он запечатлен в вечности в фильме, и книга такая называется «Товарищ генерал» брежневского периода. Но потом он умер в 44-м году от, вероятнее всего, от разрыва сердца. Историк Борис Соколов предполагает, что он показал союзнику-британцу карту секретную и распереживался, что его постигнет такая судьба, которую он видел перед своими глазами, как у Эпова была. Вот. И распереживался и умер. Есть еще версия о том, что его отравили. Ну, не знаю, там не находился. Зачем кого-то травить в 44-м году, когда можно расстрелять, посадить, уволить и так далее? Логично. Иван Тюленев был-то генерал, начальник фронта, Южного фронта. Ему Эпов по приезду сразу же доложил о своем задании. Он был человеком исключительно храбрым, но полный георгийский кавалер в Первой мировой войне получил свои кресты. Но, по всей видимости, как командующим плохим был. Его Сталин за это сильно критиковал, потому что Южный фронт, он превосходил румын по силе значительно, но, тем не менее, отступал и проигрывал сражение. И то, что он был как командир мне очень хорошим, показывает то, что он в конце августа был тяжело ранен в боях, потому что сам повел в атаку бойцов. Но вообще, это не генеральское дело совершенно, возить бойцов в атаку. И тем более, не командующий фронт. Я немножко могу утразить, что, ну, конечно, Паулюс не то, чтобы сам вводил бойцов в атаку, но генерал-майор в андергрифт американский вместе со своими десантниками высаживался. Советские генералы не этого не делали, так что, с исключением, однако. Александр, я все вот одну важную вещь хочу спросить, даже, наверное, одну из самых важных, того, из чего мы обсуждаем. Вот вы сказали, что есть уверенность, что не хотели топить народ вниз по течению, потому что в верхнюю паттерну они в нижнюю заложили взрывчатку, потому что перед этим спустили воду, и, соответственно, часть воды. Соответственно, вопрос, а что было ниже по течению, и почему? То есть, не хотели топить гражданское население? Реально, не хотели. В этом не было никакой технической необходимости, потому что вот взорви, как полагается, с чувством столкнов расстановкой, потоп был бы меньше, или его не было. И технической необходимости не было, но самое главное, что, поскольку, во-первых, на Хортице были войска, во-вторых, Красная Армия переправлялась сильно южнее остатки Южного фронта, они переходили на левый берег Днепра, ближе к Крыму. А, одну секундочку, правильно ли я понимаю, что Красная Армия переправлялась вниз по течению, и, соответственно, именно поэтому было решено ее лишний раз не топить? Не было технической необходимости в том, чтобы вообще кого-то топить, чтобы взорвать, точнее, чтобы сделать переправу непроходной, достаточно было часть плотины. То есть, в принципе, они в таких категориях даже не думали, что они кого-то нужно затопить, не нужно затопить. Взрываем переправу и все. Нет, ну почему? Вот в известной истории у Моисея и фараона, там, правда, значит, плотина не фигурировала, но, тем не менее, да, тем не менее, там был умысел на потопление фараона в Красном море Ямсов. Соответственно, он был, как мы знаем, реализован. Так вот, никаких немецких войск, как я понимаю, ниже по течению не было. Да, и, соответственно, были красные войска, советские. И то, что ниже по течению не было больших разрушений жертв, показывают материалы этого дела. Оно длилось, слушай, с 18-го его арестовали и 13-го, не, 14-го отпустили. Почти месяц. Если бы там по пути был апокалипсис какой-то, понятно, что чекисты, они бы этого ЭПОВа, они бы предъявили хотя бы поинтересовались, как вот так вот вышло, что всех мы там смыли. Раз. Второе. Еще очень важно, что на самой плотине тоже не было никого и не могло быть физически, потому что перед вторым взрывом вот этим вот мощным взорвали мост через ванкамеру, который шел на плотину. Там технически не проехать туда было. Далее. Волна в 25 метров, как об этом написал Пегида Правобережная и потом ее потихонечку публицисты до 30 метров уже довели, не могло быть просто по законам физики, потому что расстояние от нижней части выбоины, она примерно совпадала с вот этой вот паттерной, где заложили взрывчатку, верхней паттерной. Взрывная волна не разрушила ничего, потому что вниз, она только вверх разрушила плотину. Оно до кромки воды внизу 15 метров. А если мы возьмем простой эксперимент, проведем вот шарик резиновый, бросим на пол, то есть не с силой, отпустим просто, то он подскочит сколько там, сантиметр ниже, чем от того места, которого мы бросили. То есть выше он подскочить не может. И эта резина, которая хорошо скачет, вода, понятное дело, она не будет подпрыгивать обратно. То есть возникла небольшая волна, которая, поскольку вода это жидкость, она гасилась сразу же по приближению к Хортице, к берегам Днепра. Никто про... Александр, я, конечно, вот тут насчет шарика, мне кажется, ну, мы замнем для ясности, но мне кажется, это очень неправильная аналогия, потому что это, конечно, зависело от рельефа местности, от... Я... Просто есть случаи, когда в горах, вот в ущелье взрывалась плотина, падала. Она была, могла быть небольшая, но рельеф местности был такой, что волна была действительно совершенно чудовищная. Так что это все-таки... Не будем углубляться в гидродинамику. Короче говоря, волны не было. Волны не было. И об этом нет ничего в результатах следствия. Да, некоторых лошадей и повозки, которые находились тогда на берегу, затопило. Вот про это следователь узнал. Но людей нет, по крайней мере, тех, которые стояли на берегу. О чем следователь не знал? Что? Точнее, он знал, но подробностями знал. Что в плавнях... Плавни — это такие участки Днепра и любой другой реки, которые затапливают в плаводье весной, когда тает снег, или же осенью во время осенних дождей. Там прекрасная растительность, живность замечательная, но там, разумеется, не селятся люди. Там может скот спастись иногда, и, вероятно, в этот раз нечто подобное было, хотя уже было тевно. В плавнях там прятались красноармейцы и некоторое количество партизан, может быть, несколько десятков. На правом или на левом берегу? На правом берегу, который ближе к немцам, на котором уже немцы были. И вот они-то и стали жертвами наводнения, потому что большинство из них было не местное, собрали, и, как я уже говорил, кого попало из окрестных сел на пути, туда и одели форму и бросили туда. Они там сидели, волна, не волна, а резкий подъем воды, довольно быстрый, он их кого-то затопил, кто-то на деревьях остался, а местные жители, когда услышали крики эти вопли красноармейцев, они схватили лодки и на лодках побежали их спасать. Это говорит о чем? О том, что самих мирных жителей не затопило, а их не затопило потому, что они селились выше, чем обычно Днепр разливается весной, соответственно. Были какие-то огороды в плавнях, хозяйственный ущерб был. Далее, чем ниже по Днепру, разумеется, сила вот этого первой волны, она снижается и прибывает вода медленнее, чем непосредственно у плотины. Затопило на левом берегу мастерские, верфи, ремонтные, ремонтные мастерские, верфи и склады тоже недалеко от, фактически напротив Хортица, недалеко от плотины. Было ли там кто-то в этот момент, не был. Я думаю, что если кто-то и был, то когда происходит взрыв, то вы постараетесь убраться в безопасное место, тем более, что вряд ли в этот момент народ был на работе, потому что некоторым образом бой за город идет. Лишний раз ты шляться не будешь, чтобы тебя шальным осколком не убило. Вечер. И по поводу мощности взрыва, вот знаете, когда мы слушаем про какие-то громкие резонансные теракты, то обычно сообщение. Произошел теракт, взорное взрывное устройство, сработало взрывное устройство в эквивалентом 200 граммов тротила, эквивалентом 400 граммов. Ну, это немного. Это я отметила, что 20 тонн, это, конечно, это так, это... Мертвого разбудит. Понимаете, поэтому потом вот так вот стоять на берегу реки и ждать, пока тебя что смоет или затопит, тут я не знаю, сколько должен был быть рыбак выпить, какой-то там подгулявший, чтобы его затопило. То есть пока что у нас нету сведений ни об одном погибшем человеке. Вот какого-то свидетельства, прямого документа имеется в виду из гражданских. Да, но все-таки бардак был, согласитесь, Александр. бардак, но к наводнениям-то привыкли жители как раз этого региона и экстренная ситуация, наверное, ты будешь на чеку, когда вокруг идет бой, а потом такой грохот апокалиптический. Тут всякий человек постарается, чтобы его не смыло, не затопило. Какое-то количество красноармейцев, вероятно, погибло вот как раз из тех самых частей, которые... Да, подождите, по поводу плавней этих вот на правом берегу. Эти красноармейцы, они висели на деревьях и утром, когда вода, или через пару дней, когда вода сошла, несколько трупов осталось прямо вот так на деревьях. И это произвело страшное впечатление на местных жителей. Они вспоминали, и оттуда отчасти пошло вот это вот, что действительно был апокалипсис, 120 тысяч жертв. И некоторое количество красноармейцев, вероятно, погибло южнее по течению при переправе, потому что самое страшное из-за вот этого вот большого объема воды усилилось течение. И на переправе это крайне неудобно, тем более, что плавсрезов было недостаточно, они там мобилизовали все, что можно, все платы, лодки там и прочее, прочее. А кроме того, конные дивизии, они переправлялись вообще вплавь коней. Кони плыли через Днепр, чуть-чуть отдыхали посреди Днепра, там тоже остров был, и дальше плыли на другой берег. Наверное, какое-то количество лошадей утонуло. Но даже если мы получим точные данные когда-то из архива о том, что погибло, допустим, XXX красноармейцев, мы не можем сказать, какое след... Это было прямым следствием того, что переправа была, или они просто погибли на переправе, потому что люди на переправе... Ну да, потому что на переправе, да, переправляются в Плазе. Барбаросса. Барбаросса самым глупым образом утонул на переправе в Малой Азии. Так что, вот, условно говоря, вот эта численность 100 человек, это то примерно количество, которое, вероятно, потонуло в результате этого подрыва, и туда же, в эту сотню, мы можем включить тех, кого немцы убили из тех 500, которые остались на другом берегу, другие разбрелись, или, как я уже говорил, вышли на другой берег. Привет, последний вопрос. Будет, что гитлеровцы, как я понимаю, тоже взорвали, не прогресс отходя, они к этому времени восстановили. Очень коротко об этом. Да. Гитлеровцы, когда это все получили, они решили восстанавливать, потому что Днепрогэс обладал значением не столько для международного населения, сколько для военных заводов. Он был специально для этого построен, для того, чтобы, в частности, алюминиевый комбинат питать, производство им алюминия крайне энергоемко. И они восстановили, его баржами возили цемент аж из Румынии, для того, чтобы его восстановить, воссоздали, а потом снова подорвали. Но подрывы немецкие, поскольку они не как ЭПов, в течение половины дня должны были загрузить эту взрывчатку, эту Днепрогэс, они были, во-первых, была их целая серия, четыре подрыва, в общей сложности, грубо говоря, середины октября, и последний был под Новый год. То есть, они вначале взорвали, соответственно, зеркальная ситуация. Если Советы взорвали первый мост через аванкамеру, то немцы взорвали первый мост через шлюз, который шел с... А последним через аванкамеру. И взрывали участки плотины. Эти взрывы были не такие разрушительные, но немцы тоже акт выжженной земли очень серьезно устроили, они взорвали здание электростанции щитовую, то есть мозговой центр. И вот этот вот подрыв, несмотря на то, что плотина была разрушена не так сильно, как Советы это сделали, он сделал восстановление электростанции не менее сложной задачей, нежели чем стояло перед немцами. И есть еще сведения о том, что в плотине все-таки было больше взрывчатки, но взрыв этот не произошел. Есть три гипотезы, почему. Одна из них это доблестные советские разведчики прокрались на плотину и перебили кабель. Вторая гипотеза, что это доблестные советские авиаторы перепахали бомбами правый берег перед плотиной и перебили кабель, который вел оттуда. И третья гипотеза, наверное, я все-таки к ней склоняюсь, что немцы сами не подорвали этот вот самый мощный заряд, потому что абсолютно такая же ситуация. В данном случае уже слева берега направо передвигаются немцы, еще там какое-то количество их оставилось, и если мы проведем такой взрыв, что будет сброс воды, то эти части будут отрезаны на том берегу, и их будет легко из-за 4-й советской армии. Но одним из средних подрывов самым сильным немцы все-таки вот использовали разрушительную силу воды, потому что тогда советы уже одной ногой стояли, грубо говоря, на правом берегу Днепра, форсировали его там, и затруднили переправу, сорвали понтонную переправу с помощью вот этого сильного сброса воды, очевидно, потому что учитывали подрыв Эпова, который произошел. ну и советы, они потом восстанавливали эту электростанцию по шагово, вводили блоками, восстановили полностью к 50-му году, хотя уже только настало до этого, давать только частично, на полную мощность к 50-му году, к концу 4-й пятилетки вывели. книжку об этом пишете? Я был бы рад и счастлив написать книгу, тем более, что документы есть, если найду спонсора, поэтому если кто-то из читателей знает, через кого выйти на таковых, пожалуйста, свяжитесь со мной, обсудим детали, а так можете меня поддерживать на патреоне, вся информация на моем сайте гагун.org. Большое спасибо. Да, и, кстати, о книжках я все забываю прорекламировать. Я в коде доступа хотела сказать, что Борис Акунин и его друзья, но я не могу сказать, что это их издательство, оно называется Бабук, его мы поставим ссылку в описании, но помимо того, что там можно найти последние книги Акунина, там также можно найти переведенную на русский книгу Сергея Гуреева «Спейн Диктейтерс», которую я отлично читала по-английски, еще год назад, но вот сейчас она вышла по-русски, и вообще они хотят это дело развивать, и я считаю, что это дело благое, потому что не знаю, как сейчас отвечаться в России, но, соответственно, существует большой спрос, некоторый спрос на российские книги за рубежом, и вот прошу жаловать Бабук, Борис Акунин, там лежит его последняя книга, и Сергей Гуреев, там лежит его последняя книга. Ссылки будут в описании. Заходите, заказывайте, там Гуреев, я слышала, очень хорошо идет, но для серьезной научной книжки просто потрясающий летит. Ну, и, собственно, на этой прекрасной ноте, Александр, спасибо большое, теперь я понимаю, что произошло с Днепрогессом и в 41-м, и в 43-м, по-моему, да? В 43-м, в конце 43-го. Да, в конце 43-го, все-таки не ошиблась. Это была Юлия Латынина, это был Александр Гогон, замечательный историк, историк второй мировой, историк, собственно, операций, очень много пишет Александр, о сталинских командах, не пожалеете, почтите. И не забывайте подписываться не только на Патреон Александра, но, кстати, и на наш Патреон тоже есть, а самое главное просто на этот канал и делиться ссылками на это видео и ставить лайки. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok